Всем привет! В этом видео я хочу рассказать о подготовке к Кайлдс. Проходила разными способами. Я готовилась самостоятельно, готовилась в языковой школе в Лондоне и проходила онлайн-курсы, направленные как раз на подготовку. И хочу рассказать вам про каждый из них, про плюсы и минусы. Итак, первое. Это самостоятельная подготовка. Данный способ подготовки занимает бесконечный промежуток времени, потому что нужна большая сила воли и концентрация, чтобы посадить себя за учебники. У меня с этим были проблемы, поэтому за время подготовки я не достигла каких-то больших результатов. Из плюсов это небольшая стоимость. Я потратилась только на учебные пособия. Мне их посоветовал преподаватель, и на них я потратила около 7,5 тысяч рублей. Но в интернете большое количество свободных материалов, по которым тоже можно успешно подготовиться. Так что такой способ может обойтись вам в 0 рублей. Но здесь возникают трудности в части разговорной и письменной, потому что проверить самого себя довольно сложно. У вас должны быть высокие знания английского, чтобы с этим справиться. Однако в ваших силах познакомиться со структурой каждой из этих частей. На ютубе полно видео, посвященных этим частям экзамена. Что касается участия аудирования и чтения, здесь все гораздо проще. Вам нужно только найти свою стратегию решения этих заданий. Вам не нужны какие-то дополнительные руки, уши или знания, чтобы с этим справиться. Здесь все дело только в тренировке и ничего более. Так что здесь вы справитесь без проблем. Второе. Подготовка в языковой школе в Лондоне. Это самый приятный из всех способов, однако он довольно дорогой. Неделя обучения вам обойдется примерно в 100 фунтов. На тот момент это было около 9000 рублей. Вы будете заниматься 5 дней в неделю по 3 часа. Из недостатков это большая продолжительность программы. В языковой школе не очень выгодно, чтобы вы быстро с этим справились. Выгодно, чтобы вы им платили как можно дольше. Поэтому программа немного затянута. Второе. Вы занимаетесь группой примерно из 10 человек. И у каждого студента свой темп подготовки. Плюсов. Вас снабжают всеми материалами. Вы находитесь в языковой среде. Преподаватель проверяет не только то, что вы говорите, но и как вы это говорите. Это, безусловно, положительно влияет на ваш акцент. Вам рассказывают про каждую систему экзамена, и вы все эти знания применяете тут же на практике. Однако, как я уже говорила, эта история очень затянута. И ваша подготовка таким способом может затянуться на 3 месяца. И третий способ подготовки – это подготовка на онлайн-курсы. Для меня это оказалось самым эффективным. Из преимуществ этого способа подготовки – то, что можно найти курс на любой кошелек и продолжительность по времени. У вас есть кураторство, вас проверяют домашние задания, вы узнаете очень много про каждый из аспектов экзамена. И все ваши домашние задания проверяют как вкусные части, так и письменные. Вы решаете самые разные задания и чаще всего прорешиваете не 5, не 10 и не 20 вариантов различных экзаменационных заданий. Но из недостатков – это чем-то похоже на самоподготовку. Вам все равно нужно самого себя подгонять, и у вас нет практики общения с носителем языка. В интернете очень много разных платформ, где можно общаться с носителями. В итоге последний способ оказался для меня самым продуктивным. Занятия в неделю занимают примерно 10-12 часов. Это примерно столько же, сколько в языковой школе в Лондоне. Плюс ограничение по времени в виде трех месяцев мотивирует тебя выполнять все задания сразу. Каждый решает сам, как готовиться к экзаменам, в зависимости от таких факторов, как время, финансы и ваш уровень языка. Подготовка в Лондоне стоит не так-то дорого. Но вот виза, проживание, развлечение, питание – суммарно все это влетает в большую копеечку. Подготовка самостоятельная не стоит практически ничего, но мотивировать и заставлять себя заниматься может далеко не каждый. В случае подготовки на курсах занятия в группах интересны. Они не так продуктивны, как занятия с репетитором. В общем, как готовиться – решайте сами. За время подготовки к экзамену у меня накопилось большое количество полезных материалов. Я делюсь этой информацией с вами. В описании найдете ссылку для скачивания файла. Пожалуйста, пишите вопросы, если они у вас остались. Мне будет очень приятно их прочитать. Также будет приятно, если вы подпишетесь. И до новых встреч! Всем привет! Я очень рада видеть вас... Я вас не вижу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровн faded. Спасибо за субтитры Алексею Дубровн mess Ну что, след Kita send!